Рекламно-информационная программа Рекламно-информационная программа Рекламно-информационная программа И она будет петь Замечательные старинные цыганские романсы У нее совершенно новая программа Ирина, соответственно Да, Ирина Савина Замечательные музыканты Александр Паникаровских Гитарист, великолепный Лучший гитарист нашего города, можно сказать И аранжировщик И композитор И много-много что еще Он очень многогранен и талантлив и талантлив. Мы очень счастливы, что мы вместе сотрудничаем. И великолепная пианистка Елена Гагаринова, которая с нами сейчас работает уже несколько лет. И мы очень счастливы тоже, что такой музыкант с нами. И нам легко и радостно. Ну, а программа наша будет еще состоять достаточно из разных романсов. Будут и современные романсы, и старинные русские. Да, смотрю, и цыганская таборная песня в программе есть. Да, да, да. Вот я уже говорила, что... звучит. Да, да, да. Я уже говорила, что... Это дочь будет петь, да? Да, Ирина будет петь с гитарой и с роялем. Эти замечательные произведения достаточно редко исполняемые. И у них своя аранжировка оригинальная. Я думаю, что она порадует своим выступлением наших слушателей. Что будем очень-очень ждать. Ты сказали, современные романсы, классические романсы. Я сразу так зацепился. В чем разница? Чем-то отличаются современные романсы? Современные я не знаю особо. Я считаю, что особого отличия нет. Просто они написаны в наше время и о наших чувствах, наверное, так. А тематика. Тематика. Современных романсов так же. Вечная любовь. Романс — это вообще любовь. Это слова, можно сказать, однокоренные. Романс — это любовное приключение. Песня любви. О многогранной любви. О всех гранях чувств, можно сказать. Я хотел уточнить. Романс и роман — слова. Однокоренные. Романс — роман. Так что это не может одно из другого. И романтика. Там же. Будет много современных романсов Исака Шварца. Он очень много пишет о прекрасной любви, о взаимоотношениях. И эти романсы удивительны и красивы. А как вы находите этот материал? То, что исполнит? Поиски разные. И нотные варианты. И где-то редкие диски, когда находишь... Просто отслушиваешь диски и думаешь, да, это удивительно. А сейчас же очень много такой музыки замечательной. Я люблю какие-то достаточно незапетые произведения. Порой просто для себя открываешь. Ну, судя по программе, вот я не знаю, я люблю романс, да? Ну, вот здесь вот таких вот... Что люди представляют, когда говорят о русском романсе? Да, там, «отвори калитку», там, этого здесь нет. Это понятно. К великому сожалению, вот я уже говорю, что я люблю какие-то свежие... Так это же интереснее. Ведь это же интереснее даже. Да, но это, наверное, для меломанов интересно. А для простой аудитории вот они любят очень старые вещи. Вот те же вот «Калитка» и «Ночь светла». Вот я смотрю на концерты... Думаю, я бы не стала... Я когда-то пела и «Хризантемы», и «Побудь со мной», и все. Вот сейчас хочется немножечко другого. А публика-то любит старые. И никуда от этого не оденешься. Может быть, такой маленький шажок сделать в конце, там, парочек? Да, конечно. С таких тоже, чтобы вот зал-то это... Конечно, обязательно. Обязательно. Именно встречи, да? Да, да, да. Без этого нельзя. Как часто, кстати, романцы звучат на сцене именно в филармонии? С какой периодичностью устраиваются эти выступления? Андрей Александрович, я думаю, часто у нас звучат романцы. Ну, достаточно часто звучат романцы, да, и вот уже несколько лет в практике у нас так называемый романцевый абонемент. Мы каждый год называем его свидание с романцем. И в рамках абонемента проходит, как правило, в сезон 3-4 концерта различных исполнительных и, как правило, различных романцев. Потому что, как вы совершенно верно заметили только, что романцы поют разно, и классификация их достаточно велика, и от старинного до современного. Поэтому те слушатели, душа которых открыта к этому музыкальному жанру, они у нас не в обиде. А насколько востребовано среди горожан именно это музыкальное направление, именно романцы? Кто ходит на ваши концерты? Что за публика? Сколько лет ей? Много ли молодежи среди пришедших? Так. Ну, я думаю, что, да не знаю, даже в процентах рассказать, в основном, конечно, роман с зрелой публикой любит. Наверное, кто уже прожил жизнь, и какие-то жизненные понятия имеют. Нет, ну, романцы, ведь очень многие люди связаны просто со своим воспоминанием. Да, 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 конечно. услышал, в какой-то момент вот эту прекрасную какую-то вещь, она уже связана у тебя в жизни, она уже с чем-то приятным связана, и хочется слушать ее еще и еще и переживать вам тот самый счастливый эпизод, да? Романцы в этом плане просто идеальное музыкальное произведение, потому что он тематически романтичен. Да, но молодежь тоже, когда они в зале, вы знаете, вот все равно, когда зал, бывает какое-то минимальное движение, но молодежь никогда не уходит, значит, это притягивает. Да и, собственно говоря, ведь у нас люди петь-то ведь любят, что, когда душа оторвется, романсы и поют особенно женщины, да? А публика в основном мужская или женская? Я думаю, женская, я угадал. Женская, но мужчины тоже есть, мужчины есть в зале всегда. А обратную связь какую получаете от своих слушателей, зрителей? Благодарят, пишут, ну, понятно, делают цветы и там дарят. Цветы дарят, и благодарят, и я в свое время были у меня диски с романцами. Один мужчина приобрел у меня диск. Потом, через несколько лет я его встречаю. Он говорит, вы знаете, какая у меня трагедия произошла? Я вместе с машиной продал ваш диск. А, он там в магнитоле остался. Да, да, да. Мне так это грустно, мне скорее, вот дайте мне диск, я не могу без него, потому что, когда я включаю этот диск в машине, я еду, я спокоен, мне так хорошо, мне так комфортно. Я не ругаюсь у других водителей. Да, мне так комфортно, я обо всем забываю. И это, я считаю, что это вообще огромная награда и огромный комплимент. Я так счастлива, я на самом деле его принесла под диск, и он был бесконечно счастлив. Да, он просто приехал из санатория, из Нижнеивкина, в Киров, чтобы взять этот диск. То есть пришел в филармонию, разыскал бас. Да, 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 да. Настойчивый. Настойчивый. Да, бывает так. Это же приятно, когда такие люди есть. То есть вы выпускаете все-таки компанию дискидающих? Сейчас как-то нет, но думаю, потому что много очень нового сделали, поэтому хочется, если есть поклонники, значит, это надо делать. Многие спрашивают, но я пока этим не занимаюсь. Доступно ли ваше творчество в интернете? Сейчас можно в сети все найти, скачать. Я не выкладываю. А почему? Не знаю, какая причина, но вот я не выкладываю. У вас какое-то недоверие к этому инструменту, к интернету, да? Да не знаю. Как-то... Не знаю, просто не выкладываю. Не знаю даже причину. Насколько программа рассчитана по времени, которая будет 9 февраля представлена? Ну, у нас очень большая программа, полтора-часовая. Но посмотрим, как публика будет принимать. Ведь бывают и заявки, и бывают... То есть вот этот список, который программа, это не жесткий такой список. 21 номер. Конечно, конечно. То есть если публика зааплодирует, затопает ножками, скажет, вот это вот хотим, то... Да, у нас тут будет романс, будут стихи, и будет такая романтичная встреча. То есть еще как бы отдельно стихи будут, да, не только пение? Немножко как бы предвосхищая романс. Вот такие перебивочки небольшие. Потому что все равно, мне кажется, надо публике отдыхать немножко от музыки, чуть-чуть какую-то поэтическую такую ноточку и... Интересная программа. Интересная. То есть нечетко, да, будет следовать? Можете нечетко следовать по этому листу из 21 номера, да? Да, конечно, конечно. Мнение о публике учитывается. Может быть, 24-25. А дуэт? Дуэт. Да, с Ириночкой, да. У нас есть очень хорошая. Да, с дочерью, соответственно, да. Так, по-честному, если признаться, именно в романсах она на уровне с вами, или она, может быть, превзошла уже вас, или еще нужно тянуться еще до мамы? Да, вы знаете, нет. Она в некоторых вещах уже превосходит, и я считаю, что это прекрасно. Это повод для гордости, я думаю, да. Я счастлива, как мать, я счастлива, как музыкант, потому что есть у нее очень хорошие вещи. Она, видите, много коран, она поет эстрадную песню прекрасно, она поет джаз, она это все знает, она знает язык. А что ближе-то ей все-таки? Все близко? Все находит свой отклик, там, в сердце, в душе. Она знает язык, ей джаз очень близок, она это хорошо делает, но публика у нас все равно, видите, джазовая ведь редко достаточно исполняемая композиция, но хотя вот приезжая на концерты, и некоторые, просто Ириночка, в прошлый раз ступила джаз, спой, пожалуйста, вот что-то, но романс у нее великолепный, романс она великолепный поет. Так, еще раз заостряем ваше внимание, Галина Савина, заслуженная артистка России, приглашает вас на свой концерт в филармонию 9 февраля, ровно через неделю, в следующую пятницу, в 18.00. И программа называется «Романсы искренние чувства». Романсы искренние чувства. Мы поговорим, безусловно, и о других мероприятиях и концертах, которые будут проходить в нашей филармонии в ближайшее время, готовьтесь набирать нас с 211-го дня. Культ поход. Сегодня в культ походе вместе с нами Галина Савина, заслуженная артистка России, солистка в Вятской филармонии, художественный руководитель филармонии Андрей Сандалов. Мы сейчас вам дадим немножко передохнуть возможность, а сами будем с Николаем озвучивать те призы, которые у нас имеются. И так, внимание. Список, как всегда, довольно внушительный. Ну, естественно, это билеты в театр. Сегодня, 2 февраля, лекарь по неволе, 12+, 18.00. По неволе пойдете? Да, лекарь по неволе, но, может быть, и пойдем по неволе. Да, кто-то, может, исходит. 3 февраля ты завтра, то есть старший сын, тоже 12+, ограничения. Это у нас драматический театр, напомню. Дальше у нас книги от магазина «Читая город», торговый центр в театру и торговый центр «Крым». Именно там располагаются эти магазины. Сергей Ширгунов, Катаев, «Погоню за вечной весной». Первая полнокровная, масштабная и глубокая биография незаслуженно забытого, яркого, оригинального и талантливого Валентин Катаева. Я не знаю, кем он незаслуженно забыт. Как бы от автора забыть невозможно. «Билет парус одинокий», «Сын полка» и так далее. Книга, причем, издана в серии «Жизнь замечательных людей». Знаменитая Жизел. Отличная Жизелка, отличная изданная книжка. Виктория Токарева. «Дома стоят дольше, чем люди». Но, я думаю, Викторию Токарева представлять не нужно. В книгу вошли повести, рассказы, очерки о современной жизни, о российских знаменитостях, о мудром восприятии человеческого бытия. 16+. Павел Басинский. Снова мы разыгрываем эту книжку. Посмотрите на меня «Тайная история Лизы Дьяконовой». Прекрасный автор совершенно, да. Автор бестселлеров «Лев Толстой. Бегство Израиля». Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого дневника «Русской женщины». И активистке, зарождающегося в России женского движения, которая погибла при загадочных обстоятельствах. 16+. Изумительная книга. Красиво очень издана и по содержанию. Просто вот я ее хочу, например. Называется «Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК». То есть доктор Шенахан излагает свою неожиданную теорию влияния питания. На самом деле неожиданный полисталт. Вот все, чем у нас учили в школе, забудьте, как кошмарный сон. Здесь все по-другому и все очень так интересно обосновано. Катерин Шенахан. «Умный ген. 12+.» Эта книга может быть вашей. И еще у нас одна книга. И тоже про еду. Не от магазина «Читай город». «Друг познается в еде». Это все было презентовано совсем недавно в нашем городе. Авторы издания Инна Метельская-Шереметьева и Сусанна Никитина-Юнгблюд с автографами, между прочим. Книга с автографами, между прочим, да. С автографами «Друг познается в еде». У нас есть пригласительная в галерею прогресса на новую фотовыставку «Материнство в дикой природе». Причем хочу напомнить, что если вы придете в галерею прогресса в субботу, то можете попасть еще и на экскурсию. Вы не просто посмотрите эти изумительные фотографии и вам еще объяснят и очень много интересного расскажут. Ну, экскурсия, я тут смотрю, есть уточнение. От десяти человек, да, нужно собраться, чтобы... Ну, экскурсия как бы, да. Ну, в десятером придем, ну, что же делать. По всем интересующим вопросам вы в галерею прогресса можете обращаться по телефону 405-504. Есть у нас еще приглашение на двоих на концерт Владимира Шапошникова. Чайковский, времена года. Это будет 8 февраля, полшестого вечера, художественный музей имени Васнецовых. Прекрасная совершенно программа. Ну, и есть, естественно, билеты от наших гостей. Во-первых, конечно же, на концерт 9 февраля, о котором мы сегодня говорим. Вот, держу в руках. Держу приглашение. На две персоны, соответственно. Приглашение на детский, такой, на детское мероприятие, как называется, Владимир? Снежной Королевы. Ну, вот. 11 февраля. 11 февраля. Пока еще, да, пока еще снег валит. И на взрослую программу, соответственно. Да. Тоже филармонию на 11 февраля. Что это будет? 11 февраля вечером состоится концерт, посвященный 145-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Во-во-во. Соответственно, в концерте будет выступать Оркестр народных инструментов имени Шаляпина. И в качестве солиста мы приглашаем Дениса Седова. Это бас. Он бывал уже в городе Кире и выступал. И будут звучать произведения из репертуара Федора Ивановича Шаляпина. Это очень интересный концерт. Очень интересный, на самом деле. Спасибо, что пояснили. Итак, вопросы пора задавать нашим слушателям. Галина Олимпиевна. Пожалуйста. Ну, обычно мы просим не слишком такие уж сложные вопросы. Ну, давайте попробуем. Я думаю, концерт наш романсовый. Значит, предлагаю назвать несколько любимых композиторов, которые писали романсы. А заодно и спеть. Ну, можно и спеть, да. Это будет бонусом. Да. 211-101. Хотя бы одного композитора, который занимался написанием романсов. Причем вопрос, на самом деле, крайне простой, да. Главное вспомнить фамилию композитора. Кто из них написал романсов, да. Да, конечно, любимый. Пусть он называет. Я встретил вас. Ну, ты понимаешь, я встретил вас, да. Но ты еще, надо еще авторам сказать. А ты вас вспомнил. 211-101. У вас есть. Мало в душе недосказанных фраз. И не все еще выпиты ласки. Но конец наступает пленительной сказки. И в последней с тобой мы встречаемся раз. Вот кто? Кто? Композитор. Композитор, да, именно? Нет, но мы в втором случае не конкретно. Это тоже так, да. Да, у нас есть звонок. Было бы проще поэтов называть, потому что на стихи известных поэтов Это был бы гораздо проще вопрос, да, потому что видишь. Алло. Ну что, добрый день. Алло, алло. Да, слушаю вас. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Ваш ответ. Здравствуйте. Ну, хочу назвать Чайковского. Чайковского, конечно же. Ну, это классический романс. Да. Глинка, нет? Классика, конечно же. Почему нет? Тут трудно ошибиться. На стихе Пушкина знаем романс. Вот. И люблю слушать романс в вашем исполнении. И хочу получить билеты на ваш концерт. Девятый февраля. Владимир, мы просто не имеем права отказать. Девятый февраля. Вот как правильно все было сказано. То у меня будет звучать не классический, конечно, романс, но все равно. Ну, классический тоже будет, да? Ну, классического почти нет. Старинный русский. Это немножко другое направление, другая немножко музыка и другое исполнение. Ирина, мы вас поздравляем. Билет, который сейчас вот я держу в руках, пригласительный, он вам достанется. Не кладите, пожалуйста, тропку. Наш редактор вам объяснит, куда подойти, чтобы его, собственно, получить. Андрей Александрович, в вашу очередь задавать вопрос. Так, ну, коль мы сейчас говорим о романсах таки, я приурочу тоже свой вопрос к этой же теме. И спрошу следующее. На самом деле, вот выше было озвучено, что очень много композиторов писали романсы, романсы разных, ну, что ли, жанров. Классический, старинный русский, цыганский. Не обязательно, кстати, совершенно, что его писали цыгане. Тем не менее, цыганский. Да, бытовой, салонный и так далее. Вот давайте сейчас остановимся. Заводской есть какой-нибудь? Заводской? Я не слыхал. Производственный романс. Я не слыхал. Беру ключ, я в руку, вот там что-нибудь такое. Скорее всего, есть, если посмотреть. Больше к народной песне будет относиться. Я сейчас немного приостановлюсь на классическом романсе, коль сегодня о нем уже речь тоже заходила, и спрошу такую вещь. Скажите, пожалуйста, кто из великих русских композиторов является, ну, не то, что основоположником, но тем не менее человеком, который произвел революцию в жанре классического романса, и вот, собственно, историки, музыковеды именно с него ведут начало отсчета именно классического романса. Это великий, известнейший русский композитор, реформатор, общественный деятель. Это очень известный человек. А вот уже редактор стучит нам не в лицо, а в окно. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Наталья, видимо, дозвонилась. Да, мы узнаем наших постоянных слушателей по голосам. Ну что, давайте. Может быть, Шаляпин? Я сказал композитор, к сожалению, Шаляпин все-таки, он, да, он писал песни, романсы, но он не был профессиональным композитором. А у меня был вопрос именно композитор. я подскажу великий русский композитор. Великий? Давайте еще. Нет, к сожалению, нет. Раньше. Увы, Наталья, не получилось. Давайте еще один вариант. Или еще один? Один, конечно, но она пока без композиторов-то. Я плохо с музыкой. С классической. Вспомните, кто у нас был великий композитор до Чайковского? Совершенно верно. Михаил Иванович Глинка, величайший реформатор, и именно он поставил на рельсы уже основательно классический русский романс. И с романсов Глинки мы ведем уже, как я уже сказал, высший отчет вот этого существования, этой прекрасной жизни, этого музыкального жанра. Спасибо. Совершенно верно. В общем, добились истины. Наталья, что хотите получить за свой ответ? Можно в драмтеатр? В драмтеатр сегодня или завтра? А, сегодня, да? Лекарь по неволе, сегодня в 6 часов вечера в драматический театр. Не кладите труппу. Все по доброй воле получилось, это боялся. Да. Ну, Николай, видимо, Голикова следующий вопрос. Ну, такой вопрос будет крайне понятный. Сегодня 2 февраля. Сегодня, между прочим, день сурка. В Америке. Мало того. И 25 лет, ровно 25 лет назад этот день сурка стал заменить. Фильм вышел в 1993 году. Да? Да. 25 лет этому фильму уже. Я думаю, большинство наших слушателей хотя бы один раз его видели, и в том числе слышали его саундтрек, поэтому вопрос будет простой. Сейчас звучит фрагментик, под который главный герой просыпался каждый божий день. Режиссер довольно неожиданно использовал в фильме 1993 года мелодию 62-го, да? Ну, она с тех пор стала во второй раз знаменитой. Она была первым номером в 62-м году и снова стала уже в 90-е годы. Вопрос простой. Эту песню поэт дуэт это слышно. Мужской и женский голос. Так назывался этот дуэт. Три варианта ответа. Он назывался Сони и Шер, он назывался Том и Джерри, или он назывался Питер и Мэри. Вот кто правильный ответ и тот получит наш приз. Сони и Шер, Том и Джерри, Питер и Мэри. По-моему, все очень просто. Реально существовавший дуэт, по-моему, только один здесь. Два. Два. Кстати, три. Три. Все три реально существовали. Ну что, давайте будем принимать звонок, уже есть. Конечно, я думаю, что есть много любителей этого фильма. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей. Ну, кто же это исполнял? Сони и Шер. Конечно, Сони и Шер. Да, Шер до сих пор жива-здорова, слава богу. Сони, к сожалению, так сказать, став единственным в Америке конгрессменом, у которого был хит номер один, но вот скончался немножко раньше. Сони Боно. Сони Боно, да. Сони Боно, да. А Шер. Кабарейду, это академия у нас в стране, да, ну, примерно слизаны были, нет? Нет, нет, уже они с другого слизаны. Ответ совершенно правильный, что бы вы хотели получить? Так, в Тюз нет билетов. В Тюз сегодня нету. Сегодня в Тюз. Не завезли. Есть в Филармонию прекрасные билеты, есть в Драмтеатр. Понятно. Можно туда книжечку Виктория Коковрева? Конечно. Дома стоят дольше, чем люди. Да, эта книжка уже ваша. Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы ее получите. Отличное издание, азбука издательства. Да, поздравляем. У нас время рекламы подошло, мы сейчас быстро на нее прервемся и продолжим разговор с нашими гостями. Я напомню, что у нас сегодня представители в Филармонии Вятской, художественный руководитель Андрей Сандалов и солистка, заслуженная артистка России Галина Савина. Реклама. Культ поход. Наверное, надо было с этого начать, но никогда не поздно. 28 января Вятская Филармония исполнилась 60 лет. Поздравляем. Совершенно верно. Спасибо. Вот сейчас хотелось бы Андрею Александровичу услышать, собственно, те мероприятия в честь юбилея в ближайшее время. Что будет происходить? Вообще, конечно, тема отдельного разговора, потому что к этому мы готовимся уже очень давно. Больше вам скажу, даже программа юбилейного концерта сверстана уже давным-давно. На самом деле, 28 января в Вятской Филармонии исполнилось 60 лет. И торжественное мероприятие, и праздничный концерт, посвященный этому событию, мы выносим на 2 марта 2018 года. Это будет юбилейный гала-концерт, где выступят солисты и творческие коллективы Филармонии. Сколько их всего? На сегодняшний день их 9, но открою так, ну просто приоткрою немного завесу. Концерт будет в 2 отделения. Первое отделение будет на базе Вятского симфонического оркестра имени Раевского под управлением Константина Маслюка. Второе отделение будет на базе Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина под управлением Александра Чубарова. Оркестры будут играть как сами, так и в сопровождении оркестра будут петь ведущие солисты Вятской Филармонии. А места хватит? И тому, и другому коллективу. Да, конечно, по очереди. Вы, наверное, не поняли. Не по очереди. По отделению. Я говорю, первое отделение будет на сцене находиться один коллектив, второе отделение будет находиться на другой коллектив. Репертуар, как я уже сказал, составлен уже давно. Это очень популярная музыка. Я думаю, что все произведения, которые будут звучать в этом концерте, они все известны широкому кругу публики. И концерт обещает быть очень интересным. Помимо этого, перед началом мероприятия в фойе второго этажа будет играть Вятский камерный оркестр. В Антракте будет звучать ансамбль народной музыки. Кроме того, мы 2 марта открываем выставку. Если вы обратите внимание, на сайте висит объявление с моими координатами, я, пользуясь случаем, обращаюсь и к уважаемым радиослушателям. Если вы располагаете материалами, касающимися жизни, работы, филармонии, творчества, различных артистов, творческих коллективов, будьте, пожалуйста, добры, предоставьте нам для выставки. Мы гарантируем вам то, что мы их вернем в целости и сохранности. И контактные телефоны, вообще все контакты есть на сайте филармонии. А что это может быть? Это могут быть вырезки из газет, фотографии старые, афиши старые, какие-то, может быть, билеты даже старые, понимаете, на которых есть заметки. А насколько старые? Уж насколько старые, насколько старые. Например, прошлогодний билет или позапрошлогодний билет, наверное, не нужен. Я написал на сайте прошлых лет, ну, не знаю, я думаю, кто как поймет в данном случае, потому что, на самом деле, даже вот у меня... Мне сразу на вам советская эпоха приходит. У меня есть афиши, да, и 60-х годов, и 70-х годов, поэтому здесь очень широкое поле вот именно в этом вопросе. То есть, вот, если кто чем располагает, еще раз обращаюсь с просьбой. Какие-то программки интересные, может, что найдутся? Конечно, да, раньше в практике были программки, зачастую, да, то есть много различных материалов может быть, и может быть именно на руках у слушателей, которые просто ходят, ходили в филармонию раньше, любили музыкальное искусство. Вот поэтому мы обратились с такой просьбой. А известные приглашенные артисты будут там 2 марта, нет ли? Да, в первом отделении, в конце первого отделения в сопровождении Вятского симфонического оркестра выступит известный пианист, очень любимый многие в частности, очень уважаемый мной в частности Валерий Гроховский, заведующий кафедрой Российской Академии музыки имени Гнесиных и профессор, не помню, университета такого штата Соединенных Штатов Америки. Очень профессиональный музыкант, талантливейший человек, интеллигентнейший человек. Мы пригласили, обратились к нему с просьбой приехать к нам на юбилей, он нам не отказал, огромное ему за это спасибо, он будет играть джазовую всюду с фасмана. Он географически где находится, откуда он приедет? Ну, я сказал, Россия, Соединенные Штаты Америки. А, понятно, то есть он где-то между... Он и там, и там работает, да. Во втором отделении тоже ближе к окончанию второго отделения, ведь у нас как почетные гости позиционируются вот эти люди, да. Будет выступать известный певец, который уже не раз был в Кирове, которого полюбили, я думаю, очень многие слушатели, Сережа Зыков. Сергей Зыков, да. Он будет петь в сопровождении Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. И хочу добавить ко всему вышесказанному то, что вот этот концерт 2 марта 2018 года, юбилейный концерт, который мы назвали Вятской филармонии 60, явится открытием уже нашего традиционного международного музыкального фестиваля Вятская весна. Это будет и гала-концерт, и открытие фестиваля. Такое хорошее открытие, сильное. Сильное открытие. Что касается фестиваля, ну это, конечно, уже отдельный разговор, там много всего интересного, я думаю, что там, конечно, встретимся отдельно. Да, но будут какие-то сюрпризы, новинки? Безусловно, безусловно, да. Кстати, 60 лет Вятской филармонии по сравнению с другими филармониями по стране это много, мало? Я так скажу, это среднее. Где-то есть постарше, собственно, такие учреждения, где-то есть помладше. Ну что, продолжаем? Продолжаем. Давайте все-таки, Николай, напомним, что у нас еще есть-то, собственно. У нас остался еще один билет в драматический театр, это «Старший сын», завтра, 3 февраля, в 5 часов. У нас еще остались прекрасные книги, это «Умный ген», про которую я уже несколько раз хвалебные речи говорил, это книга Катаев из серии «Жизелл», «Погоня за вечной весной», книга Басинского, посмотрите на меня, да, тоже удивительно, прекрасный совершенно автор, и, судя по всему, очень интересная книга, я пока еще не читал, но все равно рекомендую, но и «Друг познается к еде», мы уже эту книгу не первый раз говорим, у нас их несколько, они с автографами авторов, это Ирина Метельская-Шереметьева и Сусанна Никитина-Юнга-Блюд. Пригласительная в галерею прогресса на новую фотоуставку «Материнство в дикой природе» с экскурсией, между прочим, вы можете воспользоваться приглашением двоих на концерт Владимира Шапошникова-Чайковского, времена года, это 8 февраля, следующий четверг, 17.30, художественный музей имени Васнецовых, ну и, собственно, пригласительная филармония, то есть 11 февраля будет «Снежная королева», это, видимо, утреннее такое мероприятие, да, а вечернее мероприятие посвящено юбилею Шаляпина, совершенно прекрасный концерт, тоже 11 февраля. Ледский оркестр народных инструментов и Денис Седов. Если позволите, коллеги, буквально два слова я поясню про «Снежную королеву», мы вот озвучиваем название, собственно, и все. Это очень интересная форма работы, на самом деле, и это второй прецедент вообще в практике филармонии. Сказка, как вы помните, да, безусловно, Ганс Христиана Андерсона в сопровождении оркестра читает ведущая. Музыка к этой сказке подобрана, значит, из произведений Грига и Дворшика, и все это сопровождается песочной анимацией. То есть мы приглашаем специальных специалистов, которые рисуют по ходу сюжета песочные картины. которые, в свою очередь, проецируются на экран и слушателей зала. Живой звук, живая картинка, живая сказка, живая картинка. Это называется визуализация. На сайте это указано, что с элементами песочной анимации. Вот как раз мы это репетируем и хотим 11 числа это представить. Так что это необычно. Пять минут остается, давайте все-таки поиграем еще. Я не успел, да? Творческое задание у меня сегодня, я частенько этим пользуюсь. Приглашаю вас звонить и исполнить что-нибудь. Ну, у нас раз музыкальный уж, у нас сегодня культ поход. Сегодня очень важная дата в истории нашей страны. Ровно 75 лет назад наши войска разгромили под Сталинградом фашистскую армию. И вот сегодня пришло такое на ум. Давайте вспомним замечательные песни военных лет или песни о Великой Отечественной. Вот что-нибудь из любимого, пожалуйста, куплетик, может, припев. Дозвонитесь 211-101, мы вам подпоем. Галина Олимпиевна подпоет. Вы как с песнями военных лет? Хорошо. Люблю. Да. Будем ждать вашего звонка. Вернее, он уже есть, да? Сейчас будем принимать. Ну, Темную ночь, например. Ну, ты не подсказывай. Да, не подсказывай. Да. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, ну, давайте что-нибудь такое. Ох, залихватское, гордое такое. О походах наших О боях с врагами Долго будут люди Песни сочинять. Продолжайте. Ну, и что-то там Эти дни Весенние Мы будем вспоминать О друзьях Товарищах О боях Пожарящих Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем Говорить Вспомню я Пехоту И Родную Роту И тебя За то, что Ты дал мне Закурить Отлично Молодец Ой, Закурин Товарищ Спасибо большое Спасибо, что Напомнили Такую замечательную Композицию Ну, что вы хотите Получить в качестве Приза На Снежную Королеву Отлично Это два места Два места У вас будет Четвертое и пятое место Партер Шестой ряд Не кладите трубку Наш редактор вам пояснит Куда Как разбили Ну, что Наших гостей Еще будем Вопросы С техпросителей Мы тут с Николаем И пойдем Будете еще вопросы Задавать Галина Немкина Нет? Николай У меня тема та же Снова будет музыкальный фрагмент Из того же фильма Только уже другое Знаете, он тоже часто повторяется Когда они там заходят На эту великую площадь На Индюшачью горку И звучит вот эта вот музыка Вопрос очень простой Это вот мелодия Она называется Это такой популярный танец Скажем так Все мы его в детстве Наверняка танцевали Вот Там есть одно слово Прилагательное А второе Вот это вот название танца Вот вопрос такой Это звучало кадриль Это звучало полька Или это звучало краковяк Кадриль Полька Или краковяк Кадриль Полька Краковяк Вот А все это называлось Пенсильванс Кадриль Пенсильванс Полька Краковяк Ага Вот Все Америка Все в общем Не наше Не русское Не наше Но эти танцы Все международные Давным-давно уже Да, кстати Желаю еще ответить Добрый день Полька, краковяк Здравствуйте Давайте я выберу польку Так вы правильно выберете Это и есть полька Это Светлана нам дозвонилась Да, да, Светлана Вы прекрасно совершенно угадали Это полька, пенсионская полька Очень популярная в этой стране Определяйтесь с призом Филармония 11 февраля Отлично Отличный выбор Вятский оркестр русских народных инструментов Да, и Денис Седов, солист Шаляпина Так что мы надеемся, что вы хорошо проведете вечер 11 февраля Не кладите трубку традиционно Ну что, предложу еще кому-нибудь дозвониться В военных лет или песен Великой Отечественной Исполнить Звоните 211-101 в честь того, что сегодня Сталинградская битва закончилась Ровно 75 лет назад Ждем вашего звонка 211-101 Кстати, в этом году у нас сколько исполняется лет? Со дня победы-то 73 получается еще, да? 73 Ждем 211-101 Есть еще и книги Есть еще и галереи прогресса Добрый день Добрый день Алло Да, добрый день Добрый, как вас зовут? Вадим Вадим Ну давайте споем Давайте споем На границе тучи ходят Давайте поподрее чуть-чуть Поподрее Край суровый, тяжелый объят У высоких берегов Амура Часовые родины стоят Отлично Отлично Вы высокие береги Еще давно Да Ну все, давайте забирайте Что вам хочется получить Так, давайте Шергунова Шергунова Отличный выбор Сергей Шергунов Катай в погоне За обычной Отличная совершенно книга И прекрасная серия За замечательных людей Ну что, время нашего культпохода истекло Еще раз напоминаем Что Галина Олимпиевна Приглашает всех нас В следующую пятницу На свой концерт Роман 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 со искренним чувства Не пропустите 18 часов Ну что Очень что, друзья мои Приходите Удачи вам, творческих успехов Спасибо огромное Спасибо большое Галина Савина и Андрей Сандалов Николай Голиков И Владимир Сметанин Да, я сейчас попрощаюсь Но на самом деле вернусь в записи Через 20 минут вместе с Азизом Агайевым Это будет программа Союз нерушимый А я появлюсь в воскресенье До свидания Всего доброго Культпоход